Ну вот смотри, мы заговорили о том, что теперь есть огневой контроль, и вчера обсуждали передачу Хаймерсов. Я хочу добавить, мне пришло письмо от одного из читателей Соединенных Штатов, я не буду называть его имя, он пишет. Привет, Марк. Я посещал встречи с сенатором Уорнером в Норфолке, Вирджиния, на прошлой неделе. Он встречался с украинской общиной в преддверии выборов. Вы, конечно, знаете, что Уорнер глава комиссии в Сенате по вопросам разведки. Во время встречи он рассказал о поддержке Украины и, в общем, показал глубокое понимание нашей истории, всей ситуации. Во время вопросов-ответов, отвечая на вопрос по поводу Хаймерсов, он буквально сказал то же самое, что сказал президент Байден. Просто 60-мильную дальность Хаймерсов, которые поставляются, а вот те, что 300 миль, не поставляются. Сказано, это было как бы вскользь между делом, но при этом он повторил это несколько раз. Я слушал очень внимательно, потому что это было озвучено в первый раз. Он сказал, ну, я не специалист, но там, насколько я помню, есть 4 типа дальности. Так вот, мы поставляем 160 миль, а 300 пока не поставляем. Впечатление было, что сказано это было не случайно, хоть и в виде беглого ответа на вопрос, почему США не предоставляют больше Хаймерсов. Из-за интересного он уверил, что с Путиным никто уже никогда не будет вести дело, но сделал большой акцент на борьбе с Китаем, отвечая на вопрос о мире после войны. Ну, это человек с именем, фамилией, так сказать, с почты, украинской, естественно, фамилией, который живет там. Это означает, что теперь есть все-таки, можно предположить, что такие ракетные снаряды для Хаймерсов уже есть у Украины. Вот поскольку есть заявление президента Байдена, как хочешь его трактуй, ну и дополнительная информация, и много каких намеков делается. Пока не увижу на поле боя, не поверю. Понятно. Они куда, если предположить, что они есть, они достреливают, 70, вот ты видишь, контролируются выходы из перешейка, а эти могут достреливать, получается, вот до. 166 дострелят до аэродрома Джанкой, скорее всего, до Гвардейского дострелят. От Херсона. Сюда все три аэродрома будут накрыты. Авиация, авиация там. Ну и так далее, по складам, по хранилищам топлива, по командным пунктам, все по классике. Так я вот, я не случайно... Они же не обязаны стрелять только на Херсонском направлении. У них много целей всяких симпатичных по всей линии фронта. Нет, ну понятно. Везде полетит. Ну, если брать вот начертания другой линии фронта, от Харькова до, например, до Орехова, то они простреливают всю глубину захваченной территории. Оккупирован всю полностью. Негде будет укрыться. Вот нынешние Хаймарсы не все. Хотя очень далеко достают. Эти достанут везде. Ну, ты же согласен, что если уже Хаймарсы как таковые изменили ход войны... Ну, я не говорю, что они прям решающим, но важнейшим. Они стали фактором в войне получения их украинской стороной. То получение таких ракет с такой дальности действительно могут еще сильнее изменить. Будем осторожны. Особенно, если их дадут в товарных количествах, а не четыре штуки. Не, ну четыре штуки кто дает такие вещи? Не, Марк. Я после войны тебе расскажу, сколько первый раз дали ракет Хаймарса, но ты очень сильно удивишься. Ну, хорошо. Первая партия. Хорошо. Меня уже мало чем можно удивить. Я давно живу. И тем не менее удивишься. Поэтому этот самый... Да, конечно, это будет очередной game-changing weapon. Тут другое. Тут есть приятные новости, которые не хочется радовать. Но поскольку мы балбесы безответственные, можем ляпать языком, как хочешь. Конечно. В дипломатических кругах ходят упорные слухи, что Иран не очень хочет давать ракеты России дальнобойную. Такое возможно. Такое возможно. Ему там как бы сделали предложение, от которого сложно отказаться. Ну, пригрозили, я думаю. Объяснили все глубину-глубин. Да. И вот он очень задумался на тему. И потушил вроде как зря катался, говоря. Тоже там. Или почти. А он катался, чтобы убедить. Ну, среди прочего, да. Я думаю, этот визит был связан очень четко с тем, что они притормозили оружейный контракт. А вот эта новость куда как более приятная. Ну, видишь... Ну, и такая же приятная, как возможная поставка Хаймарсов нам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok